Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 7 мая. Вот мы вышли на ежедневный утренний обход. Я и моя верная кошка. Смотрите, у нас опять вернулось тепло. Правда, еще нет той жары, которая была до 1 мая. Вот сегодня будет 22 градуса, но сохранился еще такой полуштормовой характер погоды. Вы видите, что высаженные томаты, вот так вот ветер трепет. Поэтому я вчера сказала, что вчера после высадки томатов в грунт, вот этих крупноплодных, сразу мы с Катей их привязали к колышкам, потому что если не привязать вот только что высаженную рассаду к колышкам, ее может за одну ночь вот так вот истрепать и сломать. Я уже говорила, что на первой грядке там несколько сломалось. Сегодня будем подсаживать. По этой же причине была закрыта вот эта грядка, где стоят лотки с рассадой. Рассада уже высокая, и мы уже, я закрывала ее на ночь сегодня не от холода, а именно от повреждения. Может завалить вот так рассаду. Один лоток завалит и пойдет, как принцип домино, они все улягутся. Потом уже испортится. Ну, короче, ухудшится качество рассады, она будет неровненькая. Сегодня эту пленку опять откроем, будем оттуда брать, отсортировывать комплект вот на эту огромную длинную грядку. Видите, какая? Тут нужно делать луночки, нужно считать, сколько будет штук. Если это была сибирская грядка, только сибирские крупноплодные тут собраны, то вот эта грядка будет состоять из новинок. Из отечественных, из импортных. Те, короче, которые не вошли в теплицу. Вы понимаете, что в теплице она не резиновая, там все входит 100-100 с чем-то. И некоторые сорта, даже которые новые, придется высаживать в открытый грунт, не зная даже их характеристик, как они себя поведут у нас в сибирском регионе в открытом грунте. Приживутся, не приживутся, но деваться некуда, будем высаживать их в открытый грунт. По теплицам сегодня даже, наверное, я и не пойду, потому что вчера в теплице я ничего ни в одну из теплиц не делала. Все так и осталось. В теплице с подогревом уже давно висят завязи. Вот в этой во второй теплице тоже цветут и завязываются, но плодиков еще такие маленькие они, что их не видно. И третья теплица, которая уральская легенда, там только позавчера я высадила. В основном сейчас будет все направлено на открытый грунт. Хочу сказать про вопрос, вот возник вопрос у людей, которые видели, что я вчера высаживала. Как будет все выглядеть? Ну вот, короче, смотрите, я же высаживаю и сразу их привязала к колушкам. И людям интересно, а что будет, если вдруг холодно? Как вот коле, как их накрывать? Ну тут я ответила одной зрительнице, Розе, и хочу всем сказать, что я на холод не настроена. У меня вот все установка. И как всегда я посылаю в космос просьбу, ой боже, дай нам только тепло, не надо больше холода и мороза. И я думаю, что мою просьбу выполнит космос, как всегда. Ну это, конечно, шутка. Но на случай мороза, если уж будет сильный мороз, мы будем совершать подвиг. Мы отвяжем снова все веревочки, выдернем колышки, положим их на землю и закроем сверху нетканом и пленкой. Все. Вот по такому принципу люди сохраняют. У кого в регионах рано осенние первые заморозки, бывает даже в сентябре, иногда в середине сентября. И я знаю, многие пишут, что когда идет прогноз на заморозки, например, что завтра ожидаются заморозки, а томаты еще плодоносят, еще их оббирать жалко. Люди отвязывают их, ну как от колышков убирают, укладывают на почву, на землю, накрывают сверху или пленками, или что есть там всякие покрывала, одеяла фуфайки в деревнях, что есть, то и укладывают. Морозная ночь проходит, они все опять открывают, и эти помидоры, может быть, еще даже полмесяца могут лежать, плодоносить. Какие-то там дозреют, какие-то новые даже образуются. И вот по этому же принципу можно сохранить весной, в начале лета ту рассаду, которая высажена. Потому что, смотрите, не имеет значения, высадила я сейчас вот в начале мая ее, в первой декаде мая, или я ее высадила бы в последней декаде мая, или в начале июня. У нас, кто живет в Сибирском регионе, знают, до 10-15 июня могут быть заморозки до минус 10. Так что даже тот, кто ждет до самого последнего, до июня, он может в июне высадить, а через неделю может раз и прийти прогноз на мороз. И вот в таких случаях, если у вас, например, нечем заменять, если вы боитесь, что рассада замерзнет, можно укладывать на землю, закрывать вот этими пленками. Конечно, это очень трудоемкий процесс, но в случае форс-мажора может это сохранить вам ваше растение. Даже если они были привязаны уже целый месяц, они не очень, как сказать, если их осторожно уложить, они не очень ломкие. Их можно потихонечку вот так вот уложить и все. И вот у меня в планах такое, если уж будет в крайнем случае, будем укладывать. Вот только вчера подвязывала те томаты, которые я высаживала, говорила, что... Ну, еще до 1 мая высаживала, говорила, что тут остатки, да все старые. И подвязывая, я увидела, что на них уже тоже болтаются томатики. Не знаю, выносят они эти вот первые завязи или нет, или может быть скинут от того, что были неблагоприятные условия. Ну, факт остается фактом. Томаты в открытом грунте уже завязались. Несмотря на то, что теплая температура, характер погоды такой ветреный и не позволяет приступить вот к натягиванию тента. Потому что ветер сильный, я вчера говорила, из-за чего начали привязывать помидоры. Потому что ветер прям сильно дует. Ну, надеюсь, что скоро ветер кончится. Видите, какой прям порывами. Просто сложно все эти... Вчера вот крятку укрывали, очень сложно. Ветер вырывает прям из рук пленку. Хочу дождаться теплой погоды. Буду когда натягивать, конечно, вам все покажу это. Я вообще показываю все в огороде. Все, что я делаю, все показываю. Иногда, конечно, что-то выпадает. Вот сегодня буду высаживать, наверное, в теплицу, в бочку, эту огуречную арку делать. Покажу вам. Но, к сожалению, пропустила тот шаг, когда я проглюнувшиеся семена по стаканчикам высаживала. Ну, сейчас уже рассада огурцов перерастает. Ее надо срочно высаживать на постоянное место. Вот это я вам покажу. Вы, наверное, видели, что у меня вокруг каждой теплицы вот такие вот как бы завалинки. Но это и для утепления. И вообще я на них высаживаю. И вот новая теплица, вот эта уральская легенда, после того, как мы ее... Все, они ее собрали, Я сразу попросила быстренько-быстренько сделать мне эту завалинку. Сюда я буду высаживать невысокие такие, с коротким сроком созревания, томаты. Тут я высаживаю их прям часто в одну сплошную линию. Они и как декор, и урожай дают, короче, и как декоративные. Ну, все вместе. Вообще, конечно, завалинка, у нее есть функциональная нагрузка. То есть это дополнительное утепление, чтобы вот холод от основной почвы к теплице весной не очень быстро проходило. Вот здесь такая преграда, завалинка. Ну, конечно, сам Бог велел ее всю засадить. И у меня тут тоже будут томаты. Покажу, как буду делать лунки. Вчера сына попросила, он сюда перегноя, мне натаскал земли. Все, короче, они к работе готовы. Только беги и сади. Вновь теплицы обживаются понемногу иностранцы. У меня вот тут проблема только с черными принцами. Я вот говорила, что собирала, ну, просила всех там, у кого какой черный принц. Все они разные, по несколько семян посеяла. Теперь не знаю, куда их высаживать. То ли в открытый грунт. В открытый грунт, боюсь, редкие, которых у меня мало, сорта высаживать. Один год был, пошел град, все, что было в открытом грунте, все побило. Даже не осталось на развод некоторых сортов. В теплице уже места нет. Я его сеяла немного, чуть попозже других. И вот стоят вот эти черные принцы уже хорошие, толстенные такие, прям шапкой. Не знаю, в открытый грунт их высаживать или вот здесь в конце высадить. Получилось, по-моему, нынче 15 разных черных принцев. От разных фирм и даже от разных, из разных стран. С Латвии, с Белоруссии черные принцы прислали. И остальные, вот российские, кто, ну, как, у кого есть хороший сорт, например, черного принца, по несколько семян мне выслали, я вот буду их всех сравнивать. Потому что, кто смотрит мои видео давно, помнят, что в прошлом году вместо черного принца крупного мясистого черного плода я получила подкидыши с маленькими красненькими чериками. Надеюсь, что в этом году будет черный принц. Но это-то, ну, все проверила, ну, все-все проверила вообще, все. И баклажаны понюхала, и перцы проверила. Все нормально. Пошли домой. В такую теплую погоду, вот рассаду я уже даже не заношу, вот как в теплице высаживала. Тут и перцы у меня стоят, которые остались, не влезли. Тут и томаты стоят, видите, уже расщелкиваются они. И вот кому не хватило места в теплице, конечно, я буду вынуждена все-все вот эти остальные сорта высаживать в открытом грунте. Все, до свидания. Вот это быстренький такой утренний обзор. Все у нас нормально, погода хорошая, но ветер мешает немного работать. Надо раскладывать сейчас и капельные поливы, и копать там, где не выкопано. Еще поднести кое-куда перегноя, если с осени что неудобрено. Все, короче, наводить порядок, все лишнее собирать, сжигать. Сейчас сжигать же нам не разрешают, уже давно, несколько лет. Хорошо, что в доме есть камин, и вот мы дожили до такого парадокса, что я все, что собираю, горящее в огороде, что раньше делали, что просто костер, сейчас я все несу домой, вот в пакетик и домой. И в камин складываю, и в камине потом сжигаю. Все, наоборот, с улицы несу домой. Потому что сжигать вот такие объемные, например, вот сейчас с поликарбоната собрали пленки, их море вот этих пленок, хотели в мусорку. Это муж говорит, там пол мусорки, короче, займется, у нас свой мусорный контейнер во дворе стоит. Решили сжечь. И вот, короче, напихали полный камин, не знаю, как они будут хорошо или нет гореть, вот приходится дома все сжигать вечерами. Все, до свидания, это 7 мая, тепло, но ветрено.